Волейбол Приблизительно полтора года назад меня пригласила организатор этой секции. Ранее спорт от меня был очень далек. Когда я увидела девчонок на площадке, мне захотелось сделать вызов себе, попробовать. Я поняла, что мяч я держать не могу, в принципе, не понимаю того, как его направлять, как с ним обращаться. Было сложно, непонятно. Были мысли о том, что вообще не получится, и я здесь зря. Но после упорных тренировок я начала чувствовать в себе уже азарт. Я чувствовала, что у меня появляется более углубленный интерес. Это ребята из «Зенита»? Сейчас в нашей секции занимается около 15 человек. Все девчонки очень амбициозные, способные. У нас есть цели и планы на будущее, но, к сожалению, на текущий момент их сложно реализовывать из-за того, что нет ресурсов. Мы сталкиваемся с той проблемой, что у нас есть амбиции, желания, цели, но нет средств. У нас нет зала, инвентаря, элементарной экипировки. Есть угроза того, что наша команда и наша секция закроются. Это очень необычный опыт получился. Я до этого видел только на видео. На самом деле, это намного сложнее, нежели это выглядит. Я за 15 минут устал и у меня, правда, сейчас болят ягодицы. Сегодня, может быть, скорости были не очень высокие, но я просто представил, как играют мужчины, как играют профессионалы. Сегодня Алексей нам, в либеросборной России, сказал, что у них максимальный рекорд подачи – это 110 км в час. У нас многие в прыжке так не подают в России. Реально тяжело играть. Ноги просто с непривычки, реально очень-очень сложно, но интересно. Это реально поднимает общий дух, настроение. Я горжусь этими людьми, что они смогли перебороть себя, свои страхи, прийти сюда и заниматься этим спортом. Это, правда, воодушевляет. Надо понимать, что мы не преодолели. Мы преодолеваем каждый день, мы в процессе. Мы пример того, как когда-то нам была оказана поддержка, был положен старт. Мы воспользовались, и на текущий момент мы продолжаем, не останавливаемся, несмотря на неудачи и удачи. И даже если неудача, мы продолжаем это делать. Мы продолжаем работать над собой, и мы не останавливаемся. И я считаю, что в главном деле именно это – не останавливаться и идти вперед. Мы запускаем краудфандинговую кампанию. Первые 100 тысяч наш клуб перечислит на счет этой команды. Как и все, мне кажется, в России зависит от спонсорства. И, мне кажется, может быть, эти люди и не вызывают какой-то нужды в деньгах. Но для участия в турнирах, в чемпионатах и вообще содержания клуба – это всегда затраты. И хотелось бы помочь этим людям. Вот так что давайте перейдем по ссылочке в описании, и поможет кто чем может. И доставить в 3-мм. И это всё, я тоже не финансирую. И доставить в 3-мм, и в 3-мм. 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 Продолжение следует...